Приветствую вас, уважаемый партнер компании Infinii, с вами Николай Лобанов и сегодня мы пройдем очень важный урок, особенно для новичков, для тех людей, которые еще не строили бизнес в бинарных системах, потому что ежедневно я сталкиваюсь с большим количеством вопросов даже уже тех людей, которые не строили бизнес в бинарных системах. которые не первый год в сетевом бизнесе, но не занимались построением бинара. Итак, мы с вами рассмотрим главных 5 шагов. Первый шаг, это самый простой шаг, оплатить 9 долларов 95 центов для активации партнерской программы. Второй шаг, занять 2 места слева и справа, для того чтобы у вас был золотой треугольник. Третий шаг, это активировать свое бизнес место, оплатив 49,95 долларов. Шаг четвертый, подключить 2 активных партнеров. И шаг пятый, это гармонично строить структуру. В принципе, если вы поняли о чем идет речь, то на этом можно закончить просмотр данного видеоролика. Я же постараюсь все дать в тонкостях, в подробностях для новичков, для чайников. Здесь очень важно с первого же шага, с первого дня не совершать ошибок. Хотя, если вы их совершили, конечно, всегда можно поправить, но чтобы не терять времени, силы и энергии, лучше с самого начала заложить правильный фундамент будущего построения вашей структуры. Итак, начнем с первого шага. Он, конечно, самый простой, но я покажу те тонкости, которые нужно пройти. Итак, вам нужно в первую очередь после вашей регистрации оплатить 9,95, ну 10 долларов, для того, чтобы вы могли активировать партнерскую программу и подключать уже первого, второго и так далее своих партнеров. Не оплатив 10 долларов, вы не сможете подключить ни одного партнера. Если вы намерены строить бизнес на электронной коммерции и не хотите приглашать партнеров, вам уже не смотреть дальше. Здесь информация для тех, кто хочет строить структуру, создавать команду и зарабатывать на второй, не менее эффективной составляющей бизнеса, то есть на сетевой составляющей. Сейчас мы находимся в той стадии, когда все меняется, когда сайт переводится на русский язык, но я думаю, что вы поймете, потому что схемы остаются теми же самыми, что и на английском языке. Итак, мы перейдем на наш сайт. Как только вы подключитесь, вам нужно будет активировать свою партнерскую программу. Вот здесь сейчас написано «Партнерский статус инактив». И для того, чтобы ее активировать, нужно кликнуть вот по этой ссылке. Если мы переведем сейчас на русский, она, к сожалению, будет неактивна, если я не ошибаюсь. Ну вот, да, она сейчас неактивна, поэтому нам приходится опять же перевести на английский. Но уже в ближайшие дни все будет на русском, и поэтому я сейчас переведу опять на английский. Да, вот здесь покажу, сейчас появилась новая функция «Настройки аккаунта и бинарные настройки». Вот здесь. Когда вы кликните, здесь есть возможность выбрать для себя, ставить партнера в правую ветку или в левую ветку. Просто вы должны понимать, что здесь есть такая функция. И когда уже будет партнерская ссылка, вы, давая ссылку, перед этим уже конкретно указываете в правую ветку или ногу, или в левую ветку или ногу. Итак, я опять переведу на английский. И для того, чтобы оплатить, вам нужно кликнуть по этой ссылке. Именно вот здесь «Партнер статус». Статус партнера, он неактивен, либо активен. Когда вы кликаете «Activation», то есть «Активировать», вот те данные, которые здесь, вверху, не играют роли вообще. Вы можете просто переместиться вот сюда вниз и здесь заполнить все необходимые графы. Здесь имя, как на той карте, которой вы пользуетесь. Здесь отчество, даже если его нет на карте. Здесь фамилия. И даже если их нет на карте, вы все равно указываете, как это в вашем паспорте или в паспорте того человека, который дал вам карту. Здесь вы указываете 16-значный номер. Здесь обязательно дату в формате месяц, слэш и полный год. 4 цифры. Это очень важно. Некоторые совершают здесь ошибку, написав, например, вот так. Это будет ошибка. Нужно написать 2, 0, 17. Например, вот так. И здесь 3 цифры CVV. Это 3 цифры на обороте вашей карты. После этого кликаете 2 галочки и кликаете сюда «Submit». Вот главная ошибка, которую люди совершают здесь. Вот это. Ну, могут иногда неправильно вносить имя или фамилию. Вот тоже проверьте, чтобы все было четко и правильно. И тогда проблем не будет. Тогда вы сразу активируетесь, и мы переходим к тому, что необходимо следом за этим сделать. После оплаты в вашем статусе будет написано «Актив». То есть активный партнерский статус. И только после этого вы можете подключать партнеров. Первого, второго и так далее. Шаг второй. Это занять два места. Одно слева, второе справа. Для создания так называемого «золотого треугольника». И вот здесь уже у людей начинается путаница. Давайте посмотрим, где они путаются. Для того, чтобы начать строить структуру или смотреть свою структуру, мы переходим по вкладке «Партнеры», «Отчеты», «Двойной», «Бинарный» «Посмотреть». И если вы только зарегистрировались, то картина у вас будет вот такая же. Пользователь в левой ноге – 0, пользователь в правой ноге – 0. Здесь, естественно, нулевые баллы. Это нормально. И вот ваша структура. Вот вы. И вот у вас место слева, место справа. Оба места свободны. Это самый лучший вариант, когда у вас оба места свободны, после того, как вы уже оплатили свои 10 долларов. Давайте рассмотрим этот вариант. Вам все равно, кого куда ставить. Вам нужно просто занять два места. Одно место слева, второе место справа. Их не обязательно сегодня оплачивать. Их вы, может быть, оплатите через месяц, а может быть чуть больше, в зависимости от того, какой период даст компания для поддержания неактивных мест. Потому что придет момент, когда она начнет избавляться от неактивных мест, и вы это должны учитывать. Но до этого момента вы можете оставить. По крайней мере, месяц у вас точно есть. И для того, чтобы эти места зарезервировать, вы просто кликаете «Свободно», «Пригласить человека». И здесь указываете имя, ну, например, какого-то своего родственника. Себя указывать не рекомендую. Потому что мы находимся в американской компании, где есть антипирамидальные законы. Чтобы не было проблем в будущем, просто подпишите кого-то из родственников. Даже если они об этом не знают, вам нужно просто занять эти два места. Вписывайте сюда, там, Александр, что угодно, вписали сюда. Фамилию тоже, что угодно, вписали сюда. Ну, желательно реальных людей. Потому что пока вы можете в бэк-офисе менять имя и фамилию, но нервный час, эта лавочка может прикрыться, и тогда нужно будет проходить верификацию. Будьте к этому готовы. Поэтому желательно вписать реальных людей, у которых есть паспорт, и которые могут вам просто эти паспортные данные дать в случае необходимости, чтобы вы могли пройти верификацию. То есть, надейтесь на лучшее, а готовьтесь к худшему. И поэтому здесь вам нужно указать правильный, реальный электронный адрес, на который вы можете сами зайти. То есть, заведите просто два электронных адреса. Это должны быть либо Gmail, либо Яндекс, либо другие, но только не Mail.ru. Услышьте меня, пожалуйста. Не Mail.ru, не List.ru, не BK.ru. Это все Mail.ru. Mail.ru для бизнеса не годится. Зарубите себе на носу. Здесь вы вписываете логин или юзернейм, английскими буквами обязательно. Здесь есть ваш спонсор, то есть вы сами. Итак, все желательно заполнять на английском языке, чтобы потом не было путаниц из компании, имя и фамилию и так далее. Тем более, что когда вы привязываете к GPG кошельку, там однозначно должны быть английские буквы. Я думаю, после этого вопроса не возникнет, что здесь писать. Какие типичные ошибки? Почему, например, после того, как вы заполнили, кликнули сюда, выскакивает какое-то окошко? Первая ошибка. Вот этот логин, который вы вписали, например, Bravo, уже занят. Это часто бывает, когда логины заняты, какие-то берете такие очень популярные вещи, ну, вставьте сюда еще пару цифр, вот тогда оно точно будет не занято. Это первая ошибка. Еще вариант, когда здесь всплывает вверху окошко, это данный электронный адрес уже использовался. Вы там увидите слово e-mail, значит, нужно поменять электронный адрес. Если здесь все правильно в электронном адресе и в логине все верно, то человек обязательно на почту получит активационное письмо. Что с ним делать, это уже в моем другом видео, вы найдете, я его покажу, где найти. Итак, ваша задача занять вот эти два места, правое и левое, не играет роли, кого сюда подпишите. Важно, чтобы вы их заняли. Какая еще возникает ошибка? Например, человек заходит на свой сайт, а уже в одной из веток, спонсорской, вот эти места заняты. Например, правая ветка уже здесь занята раз, два, три, четыре или там 44 человека. И вот написано в правой ноге 44 человека. И человек в панике. Как же быть, я не занял это самое место? Не надо паниковать. Если вы опоздали, то опоздали. Это не самое страшное. Лучше позже, чем никогда. Вам нужно кликнуть, например, если это правая ветка, вот сюда, перейти в правый нижний, то есть самое нижнее место справа. И, ну давайте сейчас я возьму реальный пример. Ну вот, реальный пример. Смотрите, в левой ветке 1326 человек, в правой всего лишь один. О боже, что делать? Что же делать? Все пропало. Ваша задача в левой ветке найти самое нижнее место. Если вы еще не заняли вот это место или другое место, найдите самое нижнее. Кликайте вот сюда, go to bottom left или перейти в крайнее левое. Кликнули. Система вас перекинула самый-самый низ. И в левой ветке, вот как у нас сейчас, в левой ветке, вы берете левое место. Вот это левое место. Кликаете на него. Кликаете послать сообщение. И отсылаете на тот электронный адрес, куда у вас есть доступ. Ваша задача, чтобы у вас здесь было место. Для чего это более детально, я разъясняю в своем видео, где оно потом покажу. И то же самое вы делаете вправо. Вот эта кнопочка правая. Вы кликаете ее для того, чтобы перейти в первичное положение. Вот вы перешли в него. И вправо. Там всего лишь один человек. Вы кликнули на него. Кликаете справа. Send. И отправить. Все. Вот сюда отправляете. И оба ваших места, получается, и правое, и левое уже у вас есть. То есть вы себе забили место слева, забили место справа. Оба ваших места, левое и правое, уже заняты. Это очень хорошо. Лучше, если вот так, с самого начала. Поэтому не рекомендую с этим затягивать. Если у вас активный спонсор, то буквально через несколько минут, полчаса или сегодня у вас уже появятся люди в спонсорской ветке. Чтобы они уже были под вашими местами, сделайте это сразу. Займите оба эти места. Они вам сослужат потом большую службу. Во-первых, это в перспективе ваши доходные места. Во-вторых, вы с помощью этих двух мест можете контролировать весь свой бизнес. И если кто-то, например, в вашей спонсорской ветке не оплатит абонентскую плату или не купит лицензию, вы запросто сами положите на это место 50 долларов. К тому времени вы уже будете состоятельным человеком. И у вас активируется ветка. И вас не волнует, оплачивает, например, один подключенный вправо или нет. Вы сами это можете сделать, но об этом чуть позже. Теперь переходим к шагу третьему. Активировать свое бизнес-место, то есть оплатить 50 долларов или 49.95. Этот шаг не менее важен, чем первый. Оплатить действительно нужно, потому что не оплатив 50 долларов, даже если вы строите структуру, и она у вас большая, и под вами там уже большие обороты, вы не сможете получить ни одного цента. Поэтому для того, чтобы зарабатывать, вам нужно оплатить 50 долларов. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Потому что у меня уже в структуре были случаи, когда человек сам не оплатил, а под ним уже на 150 долларов даже зашли. Вот он потерял 150 баллов и 22 доллара сразу же потерял. Чтобы этого не было, оплачивайте, активируйте свое место как можно раньше. Для этого в своем кабинете вы кликаете вот здесь. Ваш уровень доступа, бесплатный пользователь. Или что-то в этом роде, если будет на английском, то это будет... А здесь мы не увидим, потому что здесь у нас Search пакет. Итак, вам нужно кликнуть вот сюда, изменить уровень доступа. Кликаете, открывается уже знакомая нам с вами форма. Что у нас вверху интересует только вот это, какой пакет вы выберете. Либо 50, либо 150, либо 400 долларов. Для начала, в принципе, если вы не там супер-пупер сетевик, вам достаточно будет вот этого первого. 49,95. Если вы сетевик со стажем и намерены активно строить и выйти на уровень директора, то, конечно, вам как можно быстрее нужно взять для себя пакет 150. Можете вначале взять, например, пакет на 50, а где-то через неделю-две перейти на 150, доплатив еще 100 долларов, то есть сделать апгрейд. Здесь, опять же, что вверху нас не волнует. Наша задача здесь внести все правильно. Это я уже вам показывал, рассказывал. Кликнуть две галочки, кликнуть по кнопке и ваше бизнес-место уже активировано. После оплаты вы увидите, что вот здесь будет написано пакет Prime или Search, вот как здесь Search. И вот тут You can upgrade, вы можете сделать апгрейд до 400 долларов. В принципе, это тоже актуально для сетевиков, для тех, кто активно строит структуру. Но об этом потом. Четвертый шаг, тоже очень важный, это подключить двух активных партнеров. Активных означает, что они тоже оплатят каждой лицензию минимум на 50 долларов. Почему это важно? Почему важно, чтобы у вас обязательно слева было оплачено место и справа было оплачено место? По законам бинара, по законам сетевого бинара, вы можете получать вознаграждение только в том случае, если вы сами активно оплатили свой аккаунт. И хотя бы один человек слева и хотя бы один человек справа, лично вами приглашенные, оплатили аккаунты. Это железно. Вот по-другому не бывает. Если у вас оплачено, например, ваше место и слева 25 мест оплачено лично приглашенных, а справа ни одного личника оплаченного, вы не будете получать вознаграждение. Баллы будут вам зачисляться и на это место зачисляться. На неоплаченное место баллы не будут зачисляться. А доход ваше место получать не будет. Потому что вам нужен обязательно один слева, один справа, лично приглашенный и оплаченный. Надеюсь, что это понятно. Причем не играет роли в какой он глубине. В первой или в 101. И поэтому вот это место, которое я говорил, вот это классика. Здесь два места, это те, которые заняты вот этим. Это и есть классический золотой треугольник. И если, например, вот в одной из веток мы поместили всего лишь одного партнера где-то вот там в глубине. Это вот предыдущий шаг. И он оплатил, все хорошо, а потом вдруг не оплатил. Мы можем сами оплатить и взять эту ветку под контроль. Она будет активирована, потому что хотя бы один лично приглашенный, то есть наше личное место оплачено. А потом вы можете для усиления подписать сюда еще несколько человек и снять нагрузку с этого места, если вы не хотите его пока развивать. И вам не нужны баллы. Но вот в принципе важно и накапливать баллы здесь. Потому что пока это место не активировано, например, а под ним растет большая структура. Оно баллы не будет получать. Но в перспективе вы видите его доходным местом и очень важно будет, чтобы здесь накопились баллы в правой ветке. А потом со временем вы сможете запустить у него и левую ветку. Потом я это постараюсь нарисовать и еще раз объяснить, чтобы было понятно. И последний пятый шаг. Гармонично строить структуру. Здесь есть несколько существенных рекомендаций и их я сейчас вам дам. Итак, давайте для большей ясности немножко порисуем. Представим, что вот это вы. Это ваше место. Основное бизнес-место. Где-то вот здесь у вас ваш спонсор. А значит он может вам переливом добавлять вот сюда партнеров. И это по умолчанию априори говорит о том, что скорее всего вот эта левая ветка в данном случае будет у вас расти быстрее. Поэтому ваша задача побыстрее занять вот эти два места. Одно слева, потому что здесь уже через час, через день могут появиться люди. И одно справа. Будем считать, что вы их заняли. Это самый лучший вариант. И получается, что вот эта ветка левая, спонсорская, она будет по идее расти быстрее. И если вы уже эти места заняли, замечательно. Вам нужно все равно одного человека-личника поставить сюда. Например. Например, в это место. Оно, скажем, еще не занято. Либо поставить сюда. Но ваша задача, чтобы здесь был один личник как минимум. В спонсорской ветке должен быть один личник как минимум, который оплатил лицензию в 50 долларов. И тогда вы можете быть спокойны. Эта ветка активирована. Если вы, например, работаете по холодным контактам. И у вас есть определенный поток потенциальных партнеров. То тогда направьте сюда определенный поток. Ни одного, конечно, подпишите. А может быть 10 человек. Может быть 20. Все зависит от того, кто к вам приходит. И когда у вас появится хотя бы один-два человека, которые оплатили здесь. Вы это у себя в бэк-офисе увидите. Кто из ваших лично приглашенных оплатил. Вы тогда спокойно можете начинать строить вот эту внутреннюю ветку. Она будет вашей приоритетной. И для того, чтобы вы зарабатывали деньги, для гармоничного развития вашей структуры. Ваша задача всегда уделять внимание больше той ветке, которая отстает. Например, на первом этапе у вас в левой ветке 4 человека, 3 из них оплатили. Замечательно. Спокойно строим правую ветку, чтобы здесь как минимум 3 человека оплатили лицензию. Может быть к тому моменту, как вы выстроите 3 человека, еще кто-то оплатится. Еще одного сюда можно построить. И подписываем обязательно вот сюда во внешние ветки. Никаких внутренних веток мы здесь не строим. То есть потом, потом когда-то, когда вы разгоните левую ветку и правую ветку своего основного места. Например, это произойдет через пару месяцев, через 3, если вы активно, может быть через месяц. Вот тогда вы можете подумать о том, чтобы запустить вот это, либо это место. В зависимости от того, какая ветка у вас будет отставать. Ну, например, вот классический случай. Ваша спонсорская ветка растет быстрее. В ней 2 раза больше людей, в 2 раза больше баллов. И у вас есть здесь хотя бы один оплаченный личник, подписанный вами. Замечательно. Тогда все усилие вы вкладываете именно в правую ветку и строите ее. Вы тем самым помогаете каждому лично приглашенному. Вот этого пригласили. Ставите сюда. Помогаете ему этим. Этого пригласили, под него ставите человека, помогаете ему этим. И таким образом вы помогаете каждому человеку, которого вы пригласили. Если вдруг вы подпишете человека вот сюда, когда у вас еще не разогналась внешняя ветка, ваши усилия начинают распыляться. Вам нужно строить и эту ветку, потому что вы же человека подписали, ему нужно помочь, и вам сюда приходится подписывать. Но у вас же еще и эта ветка в приоритете. То есть вам нужно помогать тем людям, которых вы пригласили. Если она не разогнана, у вас два направления. И это, и это. Если эта внешняя ветка ваша разогналась, вот эта, без вас уже люди подписываются, строятся и так далее. Замечательно. Вы можете ей меньше внимания уделить. И тогда уже вот сюда сосредоточить усилие. И у вас появляется два доходных места. Во-первых, самое главное ваше первое. Потому что здесь срабатывают, ну не циклы, но меньшая ветка дает обороты. Вы получаете 10, 15, 20%. И вот это место тоже получает доход, потому что у него есть и вот эта правая ветка, спонсорская, и вот эта внутренняя, которую вы же, например, строите. И тогда тоже здесь обороты меньше ветки, это ваш доход. Второй вариант. Если со спонсором вам не повезло, он поставил у вас какое-то место, куда вообще нет перелива. Ну что ж, тогда нужно засучивать рукава и строить две ветки. И левую, и правую. И в зависимости от того, какая из них отстает, по количеству баллов и количеству людей, которые видны в вашем бэк-офисе, но главное это баллам, вы тогда уделяете внимание больше той ветке, которая отстает. Это как у вас два ребенка. Один малыш, второй уже взрослый. Конечно, взрослым вы будете уделять меньше внимания, чем малышу. Вот то же самое и здесь. Еще один важный момент отмечу. Вот это по нашей схеме у вас спонсорская ветка. Она сильная. И для гармоничного развития вашей структуры в сильную ветку вы можете поставить слабого человека или нескольких слабых людей, которые со временем оплатят лицензию, либо сразу оплатят лицензию. Вы тем самым им больше помогаете, потому что этот перелив – это их фундамент, на котором они будут строить, например, уже свой внутренний бизнес, строя внутреннюю структуру. То есть слабых партнеров мы ставим вот здесь в сильную ветку. А вот сильных партнеров мы ставим в слабую ветку, потому что наша задача – ее укрепить, в нее больше вложить сил, чтобы она догоняла сильную ветку. И поэтому лидеров, сильных людей вы ставите в свою внутреннюю ветку, и это ведет к гармонизации вашего бизнеса. Если вы делаете наоборот, например, в сильную ветку спонсорскую ставите сильных людей, а сюда во внутреннюю попали слабые, то получается сильная станет еще сильнее, будет развиваться замечательно, но доход-то вы получаете от слабой ветки. Поэтому больше приоритет, и больше внимания, и больше людей, и более сильных людей вы ставите в слабую ветку. Вот тогда у вас будет соблюдаться гармония. Если ваши партнеры будут поступать так же, вот те, которые здесь будут подключаться, например, они также будут действовать, они будут в сильную ветку ставить слабых, а в слабую и сильных у них тоже будет гармоничное развитие бизнеса. И поскольку в Infinii приглашать людей очень просто, и строить структуры тоже очень просто, вам нужно просто сосредоточиться и первые месяца три активно поработать на приглашение новых партнеров. Когда в вашей структуре уже будут тысячи партнеров, вы поймете, что это начинает развиваться без вашего участия. А когда будут уже десятки тысяч ваших партнеров, вы поймете, что это работает уже на автомате. И вы можете просто ради интереса, развлечения, помощи другим уже вкладывать силы в развитие вашего бизнеса. Но до этого нужно попахать. Поэтому просто нужно напрячься. На самом старте, в первые три месяца напрячься, чтобы выполнить квалификацию директора, и еще поработать хотя бы полгода, может быть год, для того, чтобы все это зацвело пышным цветом. И вы уже получали очень серьезные деньги и не боялись, не заботились о том, что ваш бизнес в какой-то момент начнет разрушаться. Ну что ж, по-моему, я рассказал вам об основных моментах стратегического развития бинарной структуры в вашем бизнесе Infinii. Приглашаю вас также на свой канал на YouTube, он называется Infinii электронной коммерции с ноля. С ноля означает с Николаем и Ольгой Лобановыми. И вы можете найти здесь очень много еще видеороликов, которые еще будут добавляться. Рекомендую вам к просмотру для закрепления этой темы посмотреть вот это видео. Infinii особенности бинарного маркетинг плана. По названию вы сможете легко найти это видео. Здесь 1370 просмотров, но надеюсь, что будет больше. Больше всего просмотров вот здесь. Infinii бизнес и маркетинг компании Infinii. Здесь уже 7000 просмотров. Ну и так далее. Следите за каналом. Я постоянно добавляю новые уроки. В ближайшие дни, наверное, уже завтра будет презентация по новым слайдам на русском языке. И вы сможете потом найти презентации здесь же на канале, в записи. Либо, если получится, прийти и на наши открытые вебинары. Если данное видео было для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кнопка подписки находится вот здесь. Оставайтесь с нами и развивайте успешно ваш бизнес. С вами был Николай Лобанов. Всего вам хорошего и до новых встреч. С вами был Игорь Негода.